Стильный образ жизни – это не только одежда из последних коллекций и соответствующие ей аксессуары. Это еще и изящные эффектные предметы, которые окружают эстетствующего персонажа. К таковым в наши дни часто относят различного рода девайсы, как, например, этот, который моментально воспроизводит фото. Это, как мы говорим, инстаграм, который можно увидеть и потрогать. Мы за счет моментального снимка, в общем, людей осознанно находить к каждому щелчку затвора. То есть, когда ты делаешь снимок, ты думаешь над тем, что ты фотографируешь. Не бездумно, 100-150 тысяч селфи, либо каких-то пейзажей или закатов. И на сегодняшний день, наверное, можно говорить о том, что это уже некая философия. У диковинной новинки сразу же появились почитатели в богемных кругах Челябинска. Мне кажется, это реально модный аксессуар, который может скрасить наши интернет-будни. Очень популярны сейчас гирлянды из фотографий. Можешь создавать какой-нибудь мудборд на стене. То есть, стену вдохновения, стену своих желаний из этих фотографий. В принципе, я думаю, даже кто-то может сделать из этого там сессию, да, ради какого-то отступления, чтобы как-то разнообразить. Конечно, она не завоюет тот мир уже и настолько не станет массовой. Ну, все-таки, телефон у каждого в руке, по сути, та же самая моментальная фотография. Но вот этот вот напечатанный все-таки снимок, он имеет свою какую-то притекательность. Вот это именно на материальной основе. Вот. Но это все-таки побаловаться. У меня живет подруга Сан-Франциско, и когда-то, два года назад, она приехала как раз с такой камерой. И мы баловались, потому что эти кадры, они такие прям, которые сразу же запечатляешь, и ты их видишь. Они такие какие-то из детства, добрые, яркие. И ты их можешь сразу с собой утащить. И у меня в кошельке всегда лежит фотография моих двух подруг, с которыми мы дружим. Одна живет в Париже, другая в Сан-Франциско. За ряд творческого вдохновения получили в тот день дизайнеры, фотографы, видеоблогеры и другие гости презентации. Во что эта энергия может воплотиться, совсем скоро узнаем.